итак всем привет дорогие друзья так что получилось что вы проходили мимо по youtube а я тут продолжаю проходить валькирия крониклс и в прошлой серии которая перелила перелилась в стрим мы с вами господи что там сделали то как вот мы с вами столкновение на нагаре наконец-то прошли и был очень политически победить откинули валькирию так сказать и косяк в том что ранили потому что убили как тогда помните было сестренкой в элкина так и с и сарой таки а дураки ранен бац следующая сцена короче на похоронах а тут подстрелили нашу любименькую в красном красном платочке и теперь мы вообще не знаем чести случилось так что давайте смотреть сюжет и узнавать поехали а еще а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я уже стандартными винтовками-то, в принципе, не пользуюсь, так что, наверное, качать не буду. А вот стандартные автоматы, по-моему, где-то у меня есть у кого-то. Ладно, об этом тоже мы еще посмотрим. А в чем разница? А, это миномет будет. А может тогда прокачать-то было бы довольно забавнее против людей-то. Я против танков-то не особо сейчас что-то пользую, я в основном обхожу их и бью. То есть, как тут разброс идет? Типа от 100-10, ой, от 1100-1200. То есть, где-то это будет 370 или 80-350, да? Ну, дистанция, может, что-то. Нет, дистанция вряд ли повысится. Дистанция маленькая, так что не буду. Стандартные снайперские... Кстати, на 1500 метров. Это довольно много. Я, может быть, подумаю потом. Дополнительный эффект. Может, в мощь, правда, огнемет-то прокачать? А то что-то как-то вот это вот... Как-то они не убивают, короче. Понижение очков... Пониженная защита, конечно, круто, но... Мне бы желательно убивать. Например, сколько? 27000 сюда еще. Давайте посмотрим. Да. Ну, смотрите, уже сразу 200, типа, будет. 250. Вот, сейчас, считай, за 300 я смогу убивать нормально. А почему нет? Кстати, меня интересует... Притом то, что... Ну, 250 единственное, что разве, да. Но это все равно тоже не убивает, как бы. Пусть, если не ошибаюсь, у меня какие-то трофейные огнеметы еще были. О, неужто гранаты лучше, наконец-то? Вот, 350 теперь урона. Это уже практически любого смогу убивать. С огнеметами странная тема, честно сказать. Не понимаю, почему. Но лучше реально их на урон, короче, поставлю. Потому что это такое дело. Пробежаться вперед и быстренько всех забрать... Броня не качается. И это тоже. Ой, тут разброс прям это от 7 до 9, кстати. Я не замечал, я думал, там тоже 8. Так, с винтовками... Ну, вроде все порешили. У нас танки теперь на очереди. Вон, 60 тысяч отдал сейчас просто так. Несущий блок. Вот. Очки корпуса. Это мне просто как воздух нужно. Пока тут больше ничего. Опять гусеницы. Это блоки все. Все по гусеницам, по гусеницам. И так уже в себе навставлял всякого интересного. Точности это не повышается пока что. Ну... А, это по столбцам точно не забыл. Так. Теперь шамрак посмотрим. Пока ничего. Вот. Гатлинга, огнемета. А, это смотри, что у меня стоит. Давайте оба вкачаем, чтобы можно было еще потом быстренько менять все это дело. Тем более, не сильно дорого по 9000 сего. Судяй, признаю, что у меня и то, и то вкачано. Соответственно. Противотанки бы постарминут поменяю все-таки. Какой-нибудь... Не огнемет, скорее, а... Хотя огнеметом даже был бы лучше. А, тело броня, вроде бы, слушай, это как раз именно хорошо. Это же... Чего апгрейдить-то? Не понимаю, кстати. Ладно, значит, это гусениц, размер блока. В принципе, наверное, купить за 3500 сего. Потому что у меня этих блоков на хамрак вообще нет. Так что их надо брать и ставить. Без вопросов. У меня там больше ничего нет. Да, это у меня на Эдельвейсе там полно этих блоков совершенно ненужных. Странно, что их нельзя обменивать. Ну, я понимаю, что танки немного разного строения, но... Как бы все же. Ну, вот 257 тысяч его осталось. Такие дела. Ну, и отправляемся на главную улицу. Привет, Элит. Ух ты, как у нее. Много. Давайте начнем. Граничный город Брюль отбит. А, это я не читал, что ли? Я же, по-моему, читал. В недавно сообщении генштаба Галии было подтверждено, что приграничный город Брюль успешно отбит из-под имперского контроля. Сейчас армии Галии и империи расположились лицом к лицу на обширных равнинах Нагара. А, ну да. Остянувшись для открытого массированного столкновения, Брюль представляет собой ключевой торговый путь империи, что выводит эту победу ополчения далеко за обычные рамки. По счастливому стечению обстоятельств, офицер, руководящий операцией, являющийся главой 7-го отряда Гентер, Велкингюнтер, 20-го года, уроженец этого городка. А, ну да. После того, как он был и вытеснен оттуда второжением 6 месяцев назад, он наконец вернул свою милую родину. Круто. Кража древних артефактов. Археологическое подразделение при Национальном университете Рангри за 15-го числа известило о краже в своих архивах. Речь идет о двух артефактах недефинцированного возраста. А, это наверняка про щиты и копье, которое сейчас Алисия получила, обнаженных в прошлом году при раскопках в Бариусе, а, ну стопуду, послух, соблежащий в себе чистый рогнит, хотя их создание явно предшествует началу письменной истории. Их форма имеет сильное сходство с щитом и копьем из мифов про Валькирии, да-да-да. Использовались ли они действительно легендарными войнами или несут с собой лишь церемониальное значение, остается неясным. Расследования выяснишь, выяснившие, кто стоит за кражей этих двух предметов, пока не выдвигает никаких версий. Ну, логично. Поход на Нагар. 20-го числа при Нагаре Галлия открыла огонь по империи, нанеся первый удар, что обещает перерасти в грандиозное столкновение. Обе противоборствующие армии в совокупности насчитывают в себе несколько десятков тысяч человек. Подробности с поля боя до сих пор редки, но наше расследование показывает, что наступление по правому флангу было полностью разбито танковыми частями под командованием генерала Сильварии Блесс. А, на генерала все-таки. Я чуть-чуть забыл. Говорят, что генерал потом окраса Валькирии в одиночку побеждает все галлийские отряды, отправляющиеся к ней с начала столкновения у Нагара. Генштаб Галлии пока не дал официальных комментариев по этому поводу. Естественно. Срыв национальных экзаменов. А, опять. Правительство Галлии официальным заявлением от 17-го числа объявило, что все квалифицированные национальные экзамены будут отменены. Продолжающийся конфликт делает невозможным проведение безопасных и честных испытаний. Было сказано на пресс-конференции. Отмененные тесты затрагивают шесть основных профессий, из которых ремесло пекаря самое старое. Законтательство Галлии уже давно требует от каждого испытуемого проходить практику под руководством мастера перед началом экзаменов, что требуется для открытия своего дела. Ради будущего пекарей Галлии, как и ради прочих граждан, крайне важно, чтобы эта война быстрее закончилась. А, ну да, чтобы открылись обратно профессии и применевались экзамены. Ух ты. Совершенно неожиданно отрывокорозии. Приобретен. Обязательно зайду. Отлично, значит, у меня еще один появился пророзий, отдельчик, которым мы обязательно пройдем отдельно. А пока что, потратить очков на тренировки, зайти в казармы, зайти в казармы сначала, я думаю. Для того, чтобы, чтобы, чтобы... Азака, да, у нас вообще лично никогда не будет. Галлин. Это она с Галлин-1Р. Ой, какой он. Замкар-4 появился, да? Станция 200. Станция 350. Не, Алисия у меня как раз именно разведчик. 3260. Ну, скоро урона этого будет не хватать. Погоди. Рандгризер. А, я его пнять не могу, да. А, он М4 теперь стал, да, как граната. Проб качен. Кому еще теперь... Этих новых мне не дали. На очень маленькие дистанции я работать не люблю. Так что трогать не будем. А, у меня основные все-таки эти винтовки, да, в обиходе. По крайней мере, у остальных, так что, наверное, надо будет вкачать. М11. Почему-то Вайс у меня ходит с... А, ему не досталось, понятно. Гадди. М1Р. А, да, все правильно, начну с этой... С хорошей ходит. Да, с мощной. Близко он все равно не подходит, так что нормально. Копи-бойцы эти я уже не пользую. Тем более, что они меньше урона наносят. Лучше уж... Со своими прокачанными, чем не трофейными, а которые вот выдают, как бы. Ой, погоди-ка, а как насчет этих ПЗ? А, у меня есть такой, который 380 наносит. Он наверняка у Вайса, да? Или у кого? А, у Вайса, да, вот, 380. Так, он начал с собой брать. Сейчас всех остальных он 250 наносит. Погоди, а почему 250? По-моему, должен больше, нет? А, не с 85, это вот этот был он. Теперь он 250, вот этот стоит. Окей, мне бы огнем этих чей-то достать где-нибудь. Так, а что там дальше еще снайперские винтовки давали нам? А вы ходите... С чем, извините меня? С X1? Причем все, да? Мне, наверное, им бы правда. Они же никого убивать особо не собираются. Так. Да, убивать-то не точно никого не собираются. Так что мы можем взять им что-нибудь на помиженную защиту, просто, чтобы они урон наносили. Да. А, у них такие же, по-моему, стоят. Да, у них такие и стоят. А почему их так мало, кстати? А-а-а. Нет, галлийские, да, эти. 3Р и 1Р. С уроном в 35. В 35 это очень неплохо. 51, 200. Вот, 350, дальность очень хорошая. Типа, они у меня близко обычно не подходят. Так что, да, пусть вот с уменьшением защиты вот эти вот наносят. И надо их прокачать именно будет. У меня хотя бы еще эти там угорали. Так, а по большей мере... Например, Рози. С М1Р, да? Которые просто мощные, да? Да, просто мощные М1Р. Так, ну, в принципе, ничего. А, ну, кроме снайперских винтовок, наверное. А они с трофейными, что ли, тоже в ГС-1? А, нет. Да, с трофейными. Нет, не трофейными. Ого. Совершенно неожиданно. Я что, нашел? Так, ну, это у меня Марина. Ой. Кто у меня? Да, это Катрина у меня. А в гнездочке вот как раз любит Мариночка. Посидеть так, что надо странно, что я чуть не заметил вот эту вот клевую снабирскую винтовку. Ну, то есть... Наши родные... Сейчас, короче, поставим сюда одну. И, на всякий случай, вдруг пригодится уже в полторы тысячи дистанции и 140 урона. Это, конечно, очень круто. Но с простыми автоматами пока ничего не известно. Так, у кого там 3 Г стоит винтовка? Винтовка. Ай-ка 8 Г. Алисия 1. Ну, я иногда ты-то с собой беру, в принципе. Фришу беру. Надо фришу тогда взять какую-нибудь винтовку получше, на всякий случай. Ну, 200 дистанция. Это вполне сойдет для автомата. Я думаю. Я думаю. Ой, она же не автомат. Да, она же... Мне это как раз дальность нужна. А вот эти ребята могут пожить еще. Тем более, я их много не беру, так на самом деле. Хотя иногда нужно. Есть подозрения. Угу, 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 угу. Как бы, считай, все. Вот реально. Снайберская винтовка, интересно, что я как-то упустил реально на полторы тысячи дистанции. И 140. Полторы тысячи дистанции и 140. Быстренько в мастерскую. Тогда надо перепроверить. Привет. Ой. Дальше. Да, смысла нет. Там она лучше. Дополнительные эффекты. Вряд ли лучше сделать с дистанцией 700. Там за 200 урон где-то. Так что... Смысла никакого не вижу. Ну ладно, огневек, зато 250 сейчас будут наносить. Так, могли 212. По броне особо не бьют они, так что... Все, я думаю, я правильно сделал. Ой, граната, кстати, последний каче остался. Она будет где-то 400 наносить. С этим тоже все понятно. С винтовками у меня... С винтовками у меня был вопрос. Те, которые с эффектами. С понижением защиты. Наверное, надо дальше... Совсем мало дает вообще, серьезно. А тратить много на это дело надо. Хотя, конечно, что они там единственные, без трофейных винтовок, так что... Наверное, все-таки надо. Стикс-2 будет. Вообще, чуть-чуть совсем повышается. Я не знаю, я дальше не буду. Серьезно. Как-то странная фигата. Не хочется тратить на это все дело. Ну, да, там чуть получше стали мои... Надо просто выбивать больше винтовок. Вот этих трофейных. Как раз, чтобы еще снарядить... Ну, парочку своих... Инженеров, которые вообще, по-моему, галушом бегают. Практически. Ну, в смысле, не с очень крутыми винтовками. Так, да. Быстренько еще надо потренировать. Ну, надо было в отряд. В штаб отряда еще зайти. Ладно. Кто у меня еще не элитный, кстати? Инженеры у меня еще не элитные, но я их особо и не пользую. И в основном разведчики руляют. И снайперы. И снайперов я хочу дальше докачать, кстати. Так что этим и займусь. Ну, и уровень инженеров на всякий случай. Ту-ру-ду. О, новая способность у снайперов. Это очень хорошо. Надо быстренько посмотреть сейчас, что еще добавилось. Причем есть там хорошие эти... Как раз именно есть смысл зайти в отряд. Может, новички появились? Нет. Новичков нет. Так, да. А, у снайперов, что, да. Что-то не особо у него что добавилось. Может, тут все не показывают? Да, тут все не показывают, потому что... Странно, что почему тут все не показывают, кстати. Тогда надо выйти. И посмотреть в казарме все это дело. Ну-ка, казарма. Так. Снайпера, снайпера, снайпера. Дракол. Атака имеет шанс проигнировать защиту цели. Очень хорошо с ее... С ее-то... Мощностью на 215. Последний патрон, пессимист. Падение очков... Хэлла в половину приводит к потере надежды света на выдачность. Начнет снижать защиту. Очень плохо, да. На лугу, да, понятно. Что в мариночке добавилось? Полуночник было. Хозяин к нюшкам... А, тоже Дракол добавился, да? Угу. Это я помню. Да. Отвлекает в свое снижение уклонения. Но это не особо важно. Снайпера на... И снайпер... Наносит больше урона. Угу. Все, помним. Стараемся все помнить. Так у нее же как раз и дальнобойная, поэтому, да? Где моя записка? Вот. Да, именно поэтому я дальнобойная винтовка и ночное зрение, и она хорошо видит. А Катриночка, она на сегодняшний средний санс, ну и на 700 где-то там с чем-то. Но зато убойная, под 200. Так, я что-то не посмотрел, на сколько разница. А, я сломать и не качал. Но все равно подозреваю, что... 140 не дадут, ну, дальности. 140, 94. Давайте посмотрим. Да, слим. Прокач. В мастерской, да. 140. Мощность. Броня. 140 тела, 94. Так. Вот они. Ну, дальность, конечно, на полторы тысячи. Броней больше пробивает. Но тело всего 110. А там 140, как бы, винтовка. Сомневаюсь, что он... Где-то по 10 дает, а то и больше. А, по 10 или по 5, да? Да, по 10 или по 5. Чао по 5, потом по 10. А как там по 15 будет? Немного, сейчас следующее даст мне 10, потом 15. То есть это 120... 125. Броня хорошо, пробитие. Очень сильная дальность, но... Раньше, что с Цезарем на всякий случай ее иметь. То есть ее как бы прокачать, чтобы она у него была на всякий случай, чтобы я мог как-то что-то сравнивать. Тем более, винтовка А-класса. Редко такое увидишь. Давайте прокачаем. Тем более, сразу. ГСР-12, ГСР-20. Да, давайте ему ее снарядим. Он у нас, конечно, на дичайшем подхвате. Но, мало ли чего. И, кстати, как раз я у него не посмотрел никакие... Древняя вражда. Один из даркицев не только вызывает... А, даркицев рядом нельзя. Ну, у меня сейчас их нет в отряде, по-моему. А, ну, кроме... Шамрака. Что все снайперы слабарки дают бонус крон против них. А, вот это, конечно, вот это клево, вот скилл, короче, у него. По снайперам бить. Противоположным. Как раз именно с дальнебойной винтовкой это бы очень помогало. Вызывает блок. Украшение снижает силу атаки. Ну, да. Когда рядом никого нет, все атакующие параметры повышаются. Ну, тоже так неплохо. Многократно уклоняется от вражеских контратак. Вот это вот очень хорошо, но снайперу точность у меня случается повышается. Вот тоже сверхточность. Он тоже хороший скилл, но... Почему-то у него... Ну, в принципе, вот этот дырокол что добавили, атака шанс... Есть шанс проигнорировать защиту цели. Это очень круто. Ай, блин, не поставил ему винтовку этого. Извините. Сейчас. Ой, на 37 минут уже всех этих разборов затянулось. Вот. Да, она, конечно... А, у нее еще... 79... А, у него 94... Вот это дела. Реально, те же полторы тысячи. Вообще никакого смысла нет менять. Разве что, если дальше ее прокачать, реально, если она будет там на 1700 радиус, у нее дальности... Ну, так более-менее. Чтобы вообще никуда ходить не надо будет. Да, жалко, это, конечно, одна вот у меня только была. Ты их всех потихонечку так менял. Ладно. На этом пока остановимся. На этом пока остановимся. И, в общем, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь также на канал Твича, который в описании указан. Там я обычно стримлю прямо прохождение. То есть я частенько просто что-то стримится на прохождение. Просто все очень редко записываю, как сейчас. Ну и стрима что-то как-то не было. Но сейчас стримы обратно возвращаются. Потихоньку, потихоньку. Там посмотрим. В общем, всем большое спасибо. Увидимся на канале. Всем пока.